ну что всем привет друзья наконец-то у меня настало время чтобы записать предпродажный вот такой вот видосик и сегодня мы пройдемся по экстерьеру моего lancer evo 8 посмотрим внутри немного проедемся ну и в принципе подведем какой-то итог плюсы минусы моего автомобиля ну и поехали палец вверх подписка let's go очень внешкой мой lancer evo в принципе он выглядит как 9 если кто не знает как выглядит девятка это полностью сейчас девятошный вид единственное что может спалить мою машину что это не девятка это конечно же ребра на крыше отсутствует у восьмерок как таковых ребер вот этих нету жесткости так как у девятки идет у нас алюминиевая крыша тут у нас идет просто металл ну и визуально сразу можете обратить внимание на вот вот этот сплиттер сплиттера установлен у нас в круг машина у нас немного преобразилась но это если честно на любителя выразимся так я просто уже устал сколько восемь лет ездишь на таких машинах и внешний вид то есть стоковый немножко уже под как говорится немножко подустал от него да и в целом вид отличный девятошный плюс сплиттера мне очень нравится сейчас но он в принципе этот сплиттер он легко снимается если у вас есть доступ там как яма или еще подъемник какой то можете спокойно снять и все в принципе у вас будет стандартный вид что у нас тут имеется у нас конечно же от девятки капот алюминий крылья алюминий бампер оригинал перед сзади тоже оригинальный бампер но чуть позже потом подойдем сзади посмотрим по косякам внешки в принципе у нас имеется их плата эксплуатационные сколы тут небольшие да вот есть тут один такой неприятный большой от этого никто не застрахован так в целом лкп выглядит принципе неплохо но у нас имеется имеется да вот такие вот моментики не знаю как на камере передается нет вот тут вот тоже такие небольшие скольчики кстати оптика очень дорогая с ксеноном на голубой линзе evo 9 сейчас порядка 80 90 тысяч ломят ценники за эту оптику и это довольно таки космос на самом деле по крыльям крылья у нас имеет тоже вот тут небольшой вот такой вот скольчик есть вот здесь вот такой вот небольшой вот расход с той стороны тоже примерно в таком же месте не знаю почему именно вот эти крылья они любят именно лопаться это так сказать дело времени далее что у нас имеется в принципе по недостаткам и по плюсам плюс лютый плюс это то что офигенные новые original подкрылки которые не потерты у почти у всех эвиков они идут просто уничтоженные в этих местах новые подкрылки старые в комплекте зимней резиной bbs и evo 9 original никакой не китай все отличненько немножко скольчиков здесь на принципе не видно из лютых минусов это конечно сход лака вот в этом месте сзади дверь это ровно тут у нас все тоже ровно все ровненько задний бампер оригинал никакого китая никакие стеклопластики оригинальный задний бампер крышка новая без шпаклей старая крышка была просто уничтожена шпаклей я не знаю что с ней делали она была очень тяжелой я ее поменял лак на спойлере на полке в отличном состоянии но есть косяки по вот таким вот моментом что здесь начался небольшой сход это в принципе глаза даже и не бросается особо но в принципе даже и не видно с этой стороны тоже также небольшие моментики но ничего жопа полностью целая из косяков здесь немного бампер когда демонтировали я его немножко шатал и самое неприятное то вот здесь вот сход лака на двери и вот здесь вот также также у нас еще имеется это и вот здесь и вот здесь целом внешний вид довольно таки неплохой из самых неприятных моментов это конечно вот вот эта вот игра видите вот здесь либо что-то упало либо что-то замято было но шпакли там нету машина вообще сама лет наверное так это 10-12 обливалась обливалась связи с тем что вот сюда был удар в горловину заливную и немножко жопа подыграла если видно тут сейчас имеется небольшой зазорчик который можно отрегулировать крышкой багажника я специально крышку багажника выставил чуть ближе сюда чтобы не билось об задние фонари которые тоже очень дорогие сейчас такие мр фонари хрен найдешь целом вид сзади очень приятен так но по внешке мы в принципе прошлись все визуальные косяки я вам показал теперь салон что у нас имеется в салоне восьмерочный салон если вид полностью внешне у нас девятошный то салон полностью восьмерка стоят два дополнительных датчика датчик буста датчик смеси все красиво аккуратно сидухи не over уничтоженные но немножко конечно поюзанные а так в целом выглядит очень хорошо из минусов вот здесь но мы с той стороны зайдем коврики никакие не кривые ничего орижи ну красиво все все аккуратненько спасибо парню который мне их прислал своего чата отдельный респект потому что все подходит все красиво сзади вот так с той стороны еще под светом солнце не дает минус лютый минус это вот это вот треснутая пластина рекару тоже ищу ребята если есть у кого-то обязательно дайте знать мне очень нужна эта пластина потому что в поисках и вот это если честно тему можно сделать но я хочу прям целиком новую взять и кайфануть с того что она будет чистенькая аккуратненько и самому окрасить и по кайфу так здесь у нас хорошо из минусов опять-таки не работает центральный блок работает на водительское току но на пассажирский не работает все остальные блоки работают стекла поднимаются все хорошо так есть теперь с этой стороны с этой стороны у нас тоже все четенько блок работает все хорошо здесь немного видно потерто да все красиво шестиступенчатая коробка это мы еще когда проедемся немножко порассказываю и тут все красиво тут по сидушки небольшие вот такие вот косяки есть так целом все красиво так ну по салону в принципе мы разобрались интерьер разобрали экстерьер мы тоже разобрали но и давайте наверно прокатимся там уже послушаем и мотор и все на свете как говорится но давайте еще туда наверно чтобы потом уже не остановлюсь дернем капот багажник думаю нет смысла смотреть то что багажник у меня всегда используется как такое место куда можно положить какой-то зип для эвик опять-таки эвик такая машина непредсказуемая сейчас у меня никогда она в дороге не ломалась но все должно быть с собой мало ли что стоит очень дорогой холодный впуск такой сейчас точно нигде не найдете инжен на rs байпасе раньше здесь стоял вообще blow-off который просто нереально срал этот мотор мало того что он просто blow-off этот работать некорректно из-за мафа не омнимап стоял так еще и просто все заливает дроссель засирает и это было просто нереальная машина для жора бензина и жора жора до жора бензина и сейчас конечно же все настроено полностью в стоковом варианте но не столько вы впуск можно если что при желании дунуть все поедет стакан у нас вот так выглядит очень болезненное место это вот вот эти места у эвиков вообще в целом у автомобилей ланцеров митсубиси да у них вот эти места очень болезненные почему потому что туда постоянно затекает вода и она начинает все снизу давить тут пока еще все нормально но кстати вот это все уже в моих руках делалось потому что вылазила уже здесь сюда по чуть вот это вот пластина снимается ее можно выварить выпилить и стаканы снизу в отличнейшем состоянии я когда менял стойки а стойках тоже чуть позже уже в дороге все так же есть видео как выглядит стакан снутри все красиво аккуратно там никто ничего не трогал там и не требуется все что требуется в принципе большинство моментов я уже по перекрыл потому что машина строилась по сути для себя и принципе меня эта машина радует если не будет даваться определенная сумма которую я в принципе хочу за этот автомобиль я его оставлю деньги наработаются это все мелочи поэтому машина просто радует езди и кайфуй что по низу автомобиля низ автомобиля полностью обработан у нас но снизу я сейчас не покажу естественно не залезу не подлезу он полностью обработан антикоррозийкой выглядит там все просто отлично гениально можно так выразиться ну и состояние кузова где-то наверное я оцениваю если по 10 бальный где-то 6 половиной 7 потому что все-таки удар с левой части был давайте все-таки я так думаю покажем несколько моментов до по жопе что я именно лично уже делал что переделал что мне не нравилось и к ребятам загонял все делали здесь как вы видите уже не завод тут поверх идет завод вот тут смотрите заводик и тут уже идет не завод то есть вот эти места делались то есть когда был удар жопа скорее всего немного сыграла и полопались все заводские герметики это естественно уже устранил никакой ржи никакого намека на то что что-то где-то течет сыт нету ну естественно тут бачок на насос и конечно же мвайк но багажник у меня тут немного забит поэтому это уже если желание будет при встрече можно посмотреть в принципе так все вот теперь точно нужно проехать поехали и так ну что ж пересели мы уже естественно в автомобиль ну и давайте заведем и проедемся наконец-таки послушаем заводим дали моментик насосику закачать бензика ну и что ж в принципе в салоне у нас все просто как я уже говорил два датчика офигенная мультимедиа 464 android в принципе он нам не нужен сегодня мы будем слушать только двигатель по сути да и поехали проедемся тут у меня стоят конкретно в данный момент стоковые стойки new sr у нас каяба только штуки мне в свое время еще ребята прислали за 60 тысяч рублей еще по старому курсу сейчас тоже довольно таки тяжело будет найти такого плана стойки машина очень плавная но при этом очень легко управляется ну и конечно же сейчас мы едем по небольшому такому бездорожью можно послушать плавненько проехали аккуратненько никакого громыхания особо нету но и касаемо самой машины здесь у меня естественно стоит стоковая настройка автомобиля то есть полностью машина сток по давлению турбины турбина здесь овен стоит от 10 и века как мне сказали с пробегом где-то 30 тысяч ну и выезжаем на дорогу немного проедемся смотрим чтобы никого не было абсолютно плавная езда ездим сначала просто в обычном режиме в повседневном режиме в котором я 90 процентов вообще этой так сказать эксплуатации машины ездил и просто спокойно передвигаемся выкручиваем обороты не больше трех тысяч плавное переключение и аккуратненько едем датчик буста показывает нам сколько в данный момент у нас надувает турбина сколько надувает сейчас мы едем на надуве 0 2 сожалению светит солнце я не думаю что вообще что-то видно здесь по датчикам сейчас мы заедем в тенек и будет все немного попроще датчик смеси показывает что у нас вообще происходит по мотору консайма касаемо смеси воздушно-топливной все у нас также хорошо 14 это в принципе ну бедновато но это смесь нормальные все отличненько когда мы будем переходить уже в зону буста именно когда у нас будет давление выходить турбины где-то примерно до 0 7 0 8 и выше к слову тут у меня стоит давлением 1 2 3 и 4 передачи до 1 и 3 пара а все остальные передачи то есть 5 6 тут 6 ступ как я уже говорил ранее они будут давить 1 и 1 на датчике это будет все показано но пока едем спокойно слушаем как работает двигатель как шумит у нас дорога резина кстати бридж лон стоковом размере если ставите резину не сток очень сильно страдает у нас это резина внутренней части именно внутренняя часть колеса очень сильно зажирается я ставил себе дири диризу сюда но не в стоковый размер я не помню какой там был размер но колеса были просто огромен и если не забуду фотографию ставлю если у меня где-то они были и можно будет посмотреть когда мы катимся с горы стесно у нас топливная топливный датчик показывает что в принципе никакого расхода нету показывается у нас атмосферы на тросе ли 075 спокойная езда где-нибудь сейчас чуть-чуть побольше когда будет место так где-нибудь чуть-чуть притопим я вообще езжу чаще всего спокойно и когда мне надо тогда именно еду быстро потому что данная машина она в принципе хоть и настроена на сток но если вы ее будете очень сильно гонять конечно же каждый день газ пола с лаунчи все такое но естественно что-то будет сыпаться моих руках единственно что только отсыпалась это насос топливный сейчас стоит новый насос в альбро 255 литров новый абсолютно поменено но кстати старый загудел скорее всего тупо из-за того что там забилась сеточка но я не стал мелочиться поменялся сразу сейчас будем выходить уже на такие небольшие примечки и там чуть придавим посмотрим давление послушаем как работает байпас его и так в принципе должно быть чуть-чуть слышно но и в целом немножко так сказать прокатимся и на этом думаю обзорчик закончим в принципе автомобиль если вот сейчас держать в таком состоянии именно по настройке по кузовному то автомобиль этот будет ездить и радовать ну не знаю очень только и долгое время лично я так думаю опять-таки как ездить дело случая да вроде едешь едешь чья-то ошибка и по сути автомобиля у вас нету так но здесь мы наверное немножко ускоримся чуть-чуть быстренько проедем как видите стреляет нормально аккуратный плавный поворот проезжаем плавно аккуратно никому не мешая это компьютерная графика это ускоренное видео не забывайте о том что на дороге нужно ездить по правилам не нарушая никакие скоростные режимы поэтому ребят не гоняйте ездите по правилам тут на самом деле просто нужно слушать когда турбина начинает дуть самый кайф это вот это звучание кратковременного надува красиво вкусно вот по одному бару сейчас раздували машина едет резво простенько аккуратненько самая главная безопасность самая главная безопасность всегда смотрите куда вы едете где вы едете никогда не нарушайте правила дорожного движения мы конечно же ничего не нарушали спокойно проехались никому не мешали поворотнички все красиво ну и в принципе сейчас на прямичке в горку немножко дадим и я думаю на этом в принципе такой тест драйв окончим нигде ничего не гудит единственное от 160 км подгуживает 6 передача но это в принципе нормально это нормально на таких скоростях кстати еще спидометр на 10 км привирает но вот и 180 уже едем то есть это при том что в горку подъем и довольно таки нехилый поэтому ребят вот такая вот тема машина очень опасная реально очень опасно для молодых людей я сам первый evolution получилось так что разбил к сожалению на дороге меня не пропустили но я тоже быстро передвигался но не настолько быстро что вот как сейчас 180 мы набрали при том что в горку да как бы очень нужно следить не только за своим движением но еще за движением окружающих людей потому что машина непредсказуема тем что вы можете где-то газануть а человек посмотрел вроде никого нету а вы уже тут очень нереально быстрое ускорение не только с места но еще и в принципе на дороге сейчас спокойно 180 проехали в пике и это немножко так сказать страшновато нужно думать наперед вот едут например полицейские да вот их нужно пропустить оп аккуратненько поворотничек проехали на дороге машина стоит очень хорошо несмотря на то что тут очень плавная подвеска как я говорил не эсеры каяба машина очень плавная это нужно тоже не забывать что тут не агрессивно зажатая подвеска машина сток полностью и едет в принципе очень бодро рулится хорошо но нужно тоже в меру понимать что это того не стоит в случае один момент одна секунда и будете жалеть не дай бог всю жизнь поэтому аккуратненько проезжаем спокойненько ну и в принципе я думаю тут более чем понятно все по автомобилю смотрите лайкайте комментируйте если есть какие-то вопросы обязательно задавайте их в комментариях очень буду рад почитать ребятки кстати кто с канала с моего ютуб канала напишите свое мнение как вам вообще автомобиль нравится ли вам эта модель вообще это lancer evo 8 lancer evo 9 это мне кажется одни из самых культовых таких автомобилей которые реально вот этот токийский дрифт да вообще по кайфу тачка красный эвик я примерно тоже хотел такого же плана сделать эвик но в нынешних реалиях это сделать невозможно потому что все это сейчас очень дорого так работает мотор немного гидрики пошумливает но не стоит забывать что здесь у нас скованный мотор сюда можно дунуть 1.7 спокойно сейчас давление здесь 1.3-1.2 но нежелательно если вы хотите чтобы ваш мотор ездил очень долго тем более на такой машине не передувайте и просто катайтесь получайте удовольствие ну и в принципе все друзья на этом мы закончим спасибо всем кто посмотрел поддержите видос лайком обязательно ну и конечно же подпиской если вам нравится такая техника на этом все друзья с вами был Санадзис и до скорого ну что ты там как? 180 проехался в горку туда в пике не я там 140 разогналась больше не хочу не я там 140 разогналась больше не хочу спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok